Что касается рода, почему я не принимаю вот всё, что говорится в интернете, потому что оно идёт в разрез моего понимания. Моё понимание о роде, оно значит таковое. Раньше, когда людей на земле было намного меньше, и, как правило, мы были не коченниками, а вот, знаете, как в племенах, да, то есть был какой-то такой вот клочок земли, на котором были люди, и они никуда не передвигались. Они вот на этом месте из поколения в поколение там рождались, там выходили замуж, ну, то есть никуда не двигались. И, по сути, поскольку не было передвижения, да, то вот это как клан, и эти люди, которые жили на этом клочке земли, это считалось родом. Причём род считается не сами люди, а именно место, на котором живут люди. Когда они умирали, они перерождались, опять-таки, на той же самой территории. И так было из поколения в поколение. И поэтому здесь род, как таковой, он присутствовал. В дальнейшем, когда люди начали кочевать, то есть они уходили с той территории, которую они подпитывали веками, столетиями своей энергетикой. И исходя из этого, то есть если здесь, например, человек родился, да, то потом вот куда-нибудь перекочевал, и он в том месте и умер. И я уже говорила в одном из эфиров, который я стёрла на нервах, чисто эмоционально, да, что там, где человек умирает, в определённом радиусе он и рождается. И если он перерождается, ну вот, например, допустим, я родилась в Ташкенте, да, а вот умру в Греции, то и моё рождение, следующее уплощение, оно будет где-то вот здесь, в Средиземноморье, на определённом расстоянии. Вот, то есть если я, моё перерождение будет здесь, оно будет далеко от того места, где я родилась, то есть от того места, где мой род. И род, ещё раз скажу, это не только те люди, то есть род это не люди, это место, это та территория, на которой жили веками люди. И поэтому, даже вот если вы услышите словосочетания однокоренные, мы что говорим? Природа. То есть то место, природа, да, это вот деревья, это зелень, это всё, что окружает вокруг рода, вокруг, то есть это местность какая-то конкретная. То есть род, это не люди, а род, это земля. Да, поэтому мы ещё и говорим, место силы его ещё иначе, да, называют. Например, вот три богатыря, то есть они приходили, до этого они были слабыми, и только вот они посещали свой род, место, на котором они родились, это их было место силы, они набирались. Также, кроме того, что вот мы говорим, природа, что мы ещё говорим? Родина, да, род, там тоже, что значит родина? Родина, это значит земля, поэтому род, это не люди. Род, это место, то, откуда началось первое, как скажем, рождение меня, моей души, как человека. И вот это вот есть род, и он запечатлён в моей памяти. То есть если мы делаем какие-то конкретные практики, да, мы можем вспомнить то место, да, где вот оно считалось родовым, то есть там, где впервые я, ну, условно говоря, родилась как человек. Это место, вот это вот место силы, это не люди. И исходя из этого, когда мы говорим про род, когда берёшь силу от рода, мы берём силу не от людей, мы берём силу от земли, от того клочка земли, и оно, нас земля питает, нас не питают люди. То есть когда мы говорим родовая система, ну, то есть представьте, вот чисто логически, если подумать, да, вот я, например, жила сейчас в этом воплощении, да, потом я, значит, будет, произойдёт перерождение, и я войду в другое тело. Вот, и кто-то, допустим, из моих там внуков, правнуков, да, будет меня теребить и говорить, предки, помогите мне, да, ну, то есть предки я имею в виду в контексте рода, там, седьмое поколение, а я уже переродилась, я там где-нибудь в Средиземноморье, я не знаю, в Италии, в Испании, на море буду собирать кораллы, да, и кто-то будет меня энергетически тянуть и говорить, помоги мне, помоги. Ну, вот вообще это нелогично, да, то есть люди понимают род как, я не знаю, людей, которые родились в семье, и не факт, что, например, вот я сейчас, я есть, да, мои родители, и вот, допустим, мои дети, не факт, что в следующем воплощении мы вообще все встретимся, мы будем вообще друг для друга разными людьми, поэтому генетика и род – это разные вещи, а люди воспринимают генетику за род, это неправильно, это вот ошибочно, поэтому это моя точка зрения, я не говорю, что вот так, как я говорю, это естественно, но то, что я говорю, для меня это вот прям очень-очень логично, что это вот земля именно, не люди, а это земля. Вот прям... Вот прям... Где?